Итак, в этом месяце вступят в силу существенные поправки в законодательство Российской Федерации, которые регулируют публичную проповедническую деятельность всех религиозных объединений. Законодатель выделяет в отдельную категорию понятие «миссионерская деятельность». Я постараюсь говорить, что было интересно, потому что через 5 минут уже вы уснете. Раньше публичная деятельность верующих, вот право распространять религиозные убеждения, распространять книги, было урегулировано Конституцией, есть статья 28, говорит, что каждому государство гарантирует свободно исповедовать любое религиозное убеждение, распространять его, следовать ему. И закон о свободе совести, это наш профильный религиозный закон, никаких условий для того, чтобы распространять свое вероучение, не ставил. Там так написано, свободно, каждый имеет право распространять свои религиозные убеждения. Так было испокон веков, так было еще со времен первых французских кодексов во Франции, 18-й век, 19-й, никто не пытался ограничивать распространение религиозных взглядов. И наша Конституция разрешает это делать свободно. Но был принят этот федеральный закон, которым все-таки было на федеральном уровне, то есть на уровне страны, урегулировано право свободно распространять свои религиозные убеждения. И ладно, если бы как-то урегулировано, урегулировали крайне неудобно, что даже добросовестные верующие, которые не хотят никогда нарушать закон, им очень сложно не нарушить этот закон, потому что он непонятен, и исполнение его крайне неудобно. Я вам потом опишу примеры, что стал требовать закон, вы будете неприятно удивлены. И ладно бы только нормы ввели, еще ввели страшную административную ответственность. Штраф на физических лиц от 5 до 50 тысяч рублей, если вы нарушите этот закон, и штраф на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. То есть один раз неправильно что-то сделал, религиозная организация, второй штраф уже не осилит, она и первый-то не осилит. Уже можно закрываться, все, не получилось. Денег нет, но мы держимся. Поэтому мне приходится с такой необычной речью выступать, чтобы вы знали, что делать можно, а что нельзя. Самое обидное, что закон так составлен, что из него совершенно непонятно, что делать можно, а что нельзя. Но я попытаюсь все равно донести это до вас. Еще одно из особенностей этого закона, что он определил миссионерскую деятельность как деятельность религиозных объединений. То есть все, что публично делается, государство рассматривает, что это религиозная организация действует. И требует, чтобы те люди, которые что-то публично делают, чтобы у них был документ, что они представляют какую-то религиозную организацию. Чем это плохо? Это то, что если кто-то как-то случайно совершенно, совсем на немножко, на миллиметр нарушит закон, наказывать будут и его, и религиозную организацию. И меньше чем 100 тысяч там штрафа нет. То есть очень неприятная для юриста этой организации вещь, конечно. Но для нас, давайте я буду сразу позитивный момент этого закона описывать, чтобы у нас не началась какая-то депрессия, что конец света наступил, что по-русски демонов прервали Санкиртану, ничего подобного. Давайте не будем рассматривать действия нашего законодательного органа, что будто бы Кришна все контролирует, кроме нашей Госдумы. Вот не усмотрел, вот они закон приняли, где-то Кришна, видимо, просадку шала, вот они тут раз проголосовали. Очень глупо с нашей стороны вообще всем религиозным людям жаловаться на кого-то, тем самым расписываясь под тем, что вот тот Бог, которому я молюсь, он либо не совсем всемогущ, раз что-то получилось, что меня так обижает, либо не совсем всемилостливый, что он что-то такое допустил, что вот явно мне во вред пошло, а он допустил. Может, он не такой-то уж и милостливый, не такой хороший, а? Давайте не будем в таком положении находиться, чтобы по нашему поведению, грустному лицу такой закон приняли, люди думали, как-то они в своего Бога не сильно это верят, либо Бог у них такой немножко странный, не всемогущий или не очень добрый. Нет, Кришна остался Богом, никаким федеральным законом это не изменить, слава Богу. Поэтому нам нужно просто понять, какая же здесь воля Кришны. Она, несомненно, есть, потому что столь существенное событие не могло произойти без его воли. И должны понять, как нам вести себя дальше. Если каждый искренне в сердце на это будет медитировать, обязательно будет ответ. Как и по всем другим вопросам, кстати, не только поэтому. Какие плюсы вижу я? Что теперь Господь просто заставляет преданных стать более ответственным. Если раньше кто куда хотел, шел на Хоринаму, неважно, как одет, неважно, есть одежда глаженная или нет, носки одинаковые или нет, дырявые или нет, вообще неважно было. Это 90-е годы, вспоминания, я еще застал. Главное, чтобы было святое имя гремело. И тогда как-то получалось, как-то была милость Господа. Люди вдохновлялись, приходили даже из такой публичной деятельности. Сейчас времена изменились. Сейчас каждый преданный должен понимать свою ответственность за то, что как он себя публично ведет, такое впечатление складывается у людей и у нашей организации, и у Шилиправопаде. То есть мы действуем не сами по себе, мы представляем организацию. И сейчас это будет не только как-то морально, но еще и юридически. Поэтому нужно, чтобы мы представляли организацию достойно, представляли, а не подставляли организацию. Это, я считаю, очень большой плюс, потому что за примерами ходить далеко не нужно. Как какой-то фестиваль, все организаторы всегда остановятся на колени и молятся всем присутствующим. Не распространяйте в тхоте книги по близлежащим домам. И никогда не получается так, чтобы это произошло. Обязательно кто-то идет и распространяет. Здесь на Кусине, на Минишнурата Прабу попросил озвучить, тоже постоянно молимся, что не ходите по близлежащим домам с книжками, в пузо тыкать не нужно, в квартиры звонить не нужно, в тхоте лучше тоже не ходить, потому что мнение соседей влияет на наше пребывание здесь. И бесполезно, все равно находится какая-то трансцендентная личность, которая выше правил предписания идет и делает то, что его просит не делать. И сейчас государство нам помогает стать более ответственными. Мы отвечаем не только за себя, из-за нашего поведения могут возникнуть последствия и у организации, но, соответственно, и это может повлиять на саму миссию Шилы Праупады, насколько она будет успешной. Потому что 2-3 крупных штрафа миллионника не потянет ни одна зарегистрированная религиозная организация. Я один раз прочитаю определение миссионерской деятельности, чтобы вы все услышали, насколько оно непонятное. Пугаться его не нужно, я немножко разъясню, но только немножко, потому что это очень неприятная вещь разбираться в длинной юридической норме. Занимает оно всего лишь 9 строк. Значит, вводится понятие миссионерская деятельность как один из видов деятельности религиозных объединений. Раньше было можно все без ограничений, сейчас сказали, нет, то, что вы делаете публично, надо по таким-то правилам, чтобы оно было. Определяется порядок осуществления миссионерской деятельности, устанавливается административная ответственность. То есть, как это скажется на российских последователях вачновизма, законодательство, ну, вот наш религиозный закон станет гораздо более непонятным и более жестким. Это означает, что нам, что верующим самостоятельно трудно будет определить границы правомерного поведения, понять, что можно делать, а что нельзя. И это означает, что правоохранительные органы могут очень широко толковать этот закон и из-за публичной деятельности любого из преданных может наказать организацию. Поэтому теперь мы, дорогие предные, в одной лодке. Не надо ее раскачивать. Давайте как-то стараться не нарушать закон. Хотя он так написан, что его невозможно соблюсти, если честно. Так, сейчас я найду эту бумажку. Хорошо, что вы улыбаетесь. Хорошо, что вы не юристы, вы не понимаете все, что за этим стоит. Не так. Оглашается определение миссионерской деятельности, как говорят судьи. Миссионерской деятельности в целях настоящего федерального закона признается деятельность религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками, членами и последователями данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников, членов-последователей религиозного объединения, осуществляемая непосредственно религиозными объединениями, либо уполномоченными ими гражданами и или юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети интернет, либо другими законными способами. Точка. Ну, короче, любыми законными способами. А законные они были или нет, разберемся потом. И дополнение порядок осуществления миссионерской деятельности, что граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени религиозной группы, обязаны иметь в себе решение общего собрания этой религиозной группы. Миссионерскую деятельность от имени религиозной организации вправе осуществлять руководитель религиозной организации, члену коллегиального органа или священнослужитель. А вот все иные граждане, юридические лица, вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них документа, выданного руководящим органам этой религиозной организации. То есть от имени организации без документов действует руководитель, ну и так без документа действует в уставе написано, либо члены коллегиального органа. Таковых у нас очень немного. По московскому обществу сознания Кришны это человек 14, не больше, то есть те, кто ее зарегистрировал в 88 году еще. И все остальные, кто хочет проповедовать, кто будет пытаться вот так вот в лоб исполнять этот закон, им необходимо по закону иметь документ, подтверждающий полномочия действовать от имени религиозной организации. Почему это неудобно? Казалось бы, что бумаги нету, написали всем эти разрешения, уведомления, документы, все ходят довольны с документами, показывают, я, да, представитель, у меня и справка есть. Все неудобство в том, что теперь за малейшее ваше нарушение закона, даже маленькое-маленькое на миллиметр, будут наказывать и вас, и религиозную организацию. А закон так написан, что выполнить его, его понять-то невозможно, а непонятный закон выполнить тоже невозможно. Так, что у нас? Что в законе непонятного? Вот я вам прочитал определение. Непонятно конкретные признаки миссионерской деятельности, описанные в законе. То есть гражданину тяжело разобраться, что является миссионерской деятельностью, а что нет. Первое, что сразу прям огорчает, это то, что написано, что религиозная деятельность является деятельностью религиозного объединения. И возникает вопрос, а если я не являюсь членом религиозного объединения, у меня нет этой справки, мне никто не дал, может, я не знаю, недостаточно искренне молился, мне не дали, я уже третий день прихожу в храм, и мне все равно не дали. Вправе ли я кому-то рассказывать о Кришне или нет? Вот у меня нет ничего, никакого документа, у меня есть книги про упаду, я прочитал, вдохновился, что Кришна-то Бог, почему все мучаются, не зная этого, я хочу рассказать. И мне можно это делать или нет, без документа от религиозной организации? И вот непонятность этого закона в том, что ни один юрист у нас в стране не может однозначно точно ответить на этот вопрос. Может или не может? Вот так прописали закон. Это действительно так. По мнению моей коллеги, руководителя юридической службы Русской Православной Церкви, РПЦМП, Игумения Чернега, она говорит, что этот закон не касается граждан, ссылаясь как раз таки на то, что закон касается только деятельности религиозного объединения, а деятельности граждан он не касается. И действительно, так можно истолковать закон, что он касается только граждан, только религиозных объединений, граждане, которые их не представляют, их не касаются. Большинство других юристов, тоже кандидаты юридических наук, люди, не первый год занимающиеся религиозной тематикой, уверены, что закон, конечно же, коснется граждан, потому что его можно истолковать так, что миссионерскую деятельность вправе осуществлять только лица, имеющие документы от религиозной организации. И наши правоприменители на местах, наши участковые, сержанты полиции, ППС, которые об этом законе не слышали ничего, они будут исходить именно из того, что без документа теперь ничего публичного, религиозного делать нельзя. То есть так тоже можно истолковать закон. Эта неопределенность вытекает из вот этой вот фразы, что иные граждане и юридические лица вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них документа. И непонятно, то ли граждане вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации только при наличии документа, но при этом они действуют от религиозной организации, то ли осуществлять деятельность только от имени религиозной организации, от своего имени не могут. В зависимости от того, где поставить такой вот акцент, зависит, можно гражданину от себя распространять вероучение или нет. Вот все, от этой неопределенности нельзя ответить на все остальные вопросы. А как же теперь на Харинаму ходить, а как книги распространять? Это еще ничего, закон вводит запрет на проведение миссионерской деятельности в жилых помещениях. Все в шоке, не только мы, я вас понимаю, ваше возмущение. Все, у кого есть жилые помещения, кто верит в Бога, они недоумевают. А могу я теперь тут что-то делать вообще? Могу ли я обряды проводить, людей приглашать, о Боге им рассказывать? Или мне нужно готовить сначала 50 тысяч, а потом это делать? Как быть? Опять-таки неопределенность. Неопределенность возникает из того, все-таки может гражданин индивидуально проповедовать или не может. Отсюда зависит, можно ли в квартирах проповедовать или нет. Если индивидуально, вне рамок миссионерской деятельности, конечно можно. Но если граждане без документа не могут, значит нельзя. И кто-то там услышит, что вы тут Харе Кришна поете, вызовет участкового, он спросит, а что это у вас тут, миссионерская деятельность? Ну-ка, ну-ка, сейчас мы вас оштрафуем. Тем более бюджету деньги нужны, и штрафовать они любят. Вопросы в конце. Сейчас не надо вопросы, потому что я доложу матчасть, вопросы будут в конце. Значит, закон невозможно исполнить, потому что он непонятен. Я объяснил, почему непонятен, хотя бы неопределенность возможности индивидуально распространять вероучение. И он непонятен, например, что значит с целью вовлечения членов в ряды организации. Вот вы вышли на улицу, у вас хорошее настроение, вы одели тхоти, улыбаетесь, у вас в руке книга, вы прошли, даже не показывали нее, просто читали. Вы одели вот этот тхоти с целью вовлечь кого-то в ряды организации или нет? Так это ладно, в федеральном законе написано именно с целью вовлечения, а в региональных законах пишут, деятельность прямо или косвенно направленная на распространение вероучения. Является ли похождение в тхоти деятельностью косвенно направленным на распространение вероучения? Как вы думаете, как ответить на этот вопрос, является или нет? Референдум проведем, проголосуем. Кто за то, что является, а кто за то, что не является? Но правоприменитель будет за то, что является. Иначе зачем ему на вас время тратить? И более того, если эта одежда такая черная, крест православный, скорее всего, не является, конечно. Ну что такого-то? Ну в рясе человек прошел. А если в сходе, ну это скорее всего уже является, правда? То есть вот эта неопределенность, что значит направленность на вовлечение членов в организацию, она так и остается. И непонятно, вот я могу теперь или нет. Я вообще улыбаться-то широко могу или нет. Потому что скажут, это ты широко улыбаешься, ты что, кришнаит что ли? Ты хочешь, чтобы мы тоже стали кришнаитами? Мы тебя лучше оштрафуем, не порти нам жизнь, не мешай наслаждаться. Итак, вернемся опять к серьезным вещам. Я буду периодически шутить, чтобы вы не скисли. Потому что такое, наверное, вы ни разу с фиасасаной не слышали, чтобы вам рассказывали. Так, еще одна неопределенность. Определенность, а тут наоборот определенность. Способ распространения сведения вероучения публично, в сети интернет, в средствах массовой информации. И чтобы уж точно все накрыть, законодатель написал. Либо любым другим законным способом. Короче, любым способом. Если вы распространяете, это один из признаков миссионерской деятельности. Слава Богу, законодатель написал, что эти все признаки должны быть в совокупности, то есть одновременно. Потому что если по очереди, то просто нету слов. Нужно более радикальные тогда были бы, меры нужно было бы принимать. Так, сейчас сам тут не запутался. Это я рассказал, почему закон непонятен. Нет конкретных признаков миссионерской деятельности и неопределенность индивидуального распространения вероучения. Непонятно, можно или нет. Непонятно не вам одним. Я направил, когда узнал, что закон уже в Госдуме, направил запросы в те регионы, где прописана на региональном уровне миссионерская деятельность. Один регион, я задал простой вопрос. Могу ли я, не являясь представителем религиозного объединения, от себя лично проповедовать? Я не являюсь, не буду распространять даже книги чьи-то, просто рассказывать людям о Боге. Один регион, где есть такой закон, написал. Конечно же можете. Вы же не являетесь представителем религиозного объединения. Вы вправе все это делать, вам не нужно подавать какие-то уведомления о проведении миссионерской деятельности, на вас этот закон не распространяется. Соседний регион, причем не просто там какой-то дядя мне писал, я писал на имя губернатора, там предполагалось люди умные писали. Из другого региона точно такой же закон, точно такой же запрос, мне ответили, конечно же не можешь. Ты же не являешься представителем религиозного объединения. Если ты будешь это делать, мы тебя обязательно штрафуем. И я не вру, юристы всегда подтверждают доказательствами. Вот у меня ответ из одного региона, Архангельская область, и вот ответ из другого региона, Псковская область. Ответ я получил на прошлой неделе. Один говорит, конечно можете, другой говорит, конечно не можете. И как верующим разобраться, так можем или нет. Хорошо господь читания четко сказал, надо распространять в каждом городе, в каждой деревне, тут хотя бы нет у нас проблем. И обязательно сознание Кришны распространится в каждом городе, в каждой деревне. Посмотрим, кто окажется прав. А Псковская область, пусть пока с Архангельской поспорят, можно или нет. Джаи. Итак, я описал, почему непонятно, теперь я пишу, почему нереально этот закон исполнить, даже в той части, в которой он нам понятен. Итак, закон пишет, что миссионерскую деятельность могут осуществлять граждане, имеющие документ от религиозного объединения. Допустим, дали мы вам всем документ бумаги, у нас хватило, принтер у нас есть, напечатали, ну что жалко, что ли, тут 200-300, тут тысячу человек напечатаем, но не самый тяжелый это случай. Дальше, что вы должны сделать? Оказывается, что миссионерскую деятельность регулирует не только федеральный закон, который ограничивает ее регулирование только требованием, чтобы был документ. А у нас же есть субъекты Российской Федерации, вот в 2014 году еще на два субъекта больше стало, и они на уровне региона тоже принимают законы о миссионерской деятельности. И что они там пишут? Мама дорогая вообще, сейчас я вам расскажу. Значит, чтобы заниматься миссионерской деятельностью публично, публично, значит, за пределами своих квартир или за пределами храма, который находится в собственности, либо в аренде у религиозной организации, эту деятельность вы должны осуществлять в порядке, предусмотренном законом о митингах. Что это значит? Это значит, вы должны подавать уведомления, мало того, что о миссионерской деятельности вы должны подать уведомления, вы должны подавать уведомления о проведении публичного мероприятия с целью осуществления миссионерской деятельности. Его подать нужно не позднее, чем за 10 дней, и не раньше, чем за 15 дней в администрацию того города, где вы живете. Причем администрация может вам как разрешить, так и отказать. Сказать, нет, сегодня у нас там, ну допустим, место уже занято, у нас там детский праздник, у нас там ранее было подано другое уведомление. Может сказать, считаем нецелесообразным проведение такой деятельности. Может вообще ничего не ответить. Вот представьте, марафон, вы не знаете, куда вы завтра пойдете книги распространять, но чтобы идти распространять, вы должны за 10 дней подать уведомление, где указать точно место и время, где вы будете распространять эти книги, и указать перечень этих книг. Как это возможно вообще, реально? Ладно, книги, просто поговорить с людьми, просто попроповедовать. Вы должны заранее, не позднее, чем за 10 дней, уведомить об этом администрацию. Как это? Это просто нереально. Ладно, это еще не самое страшное. Эти же регионы вправе регулировать, где можно проводить публичные мероприятия, а где нет. Например, в Ставропольском крае, еще в некоторых регионах запрещено проводить любые публичные мероприятия, в том числе, значит, и миссионерскую публичную деятельность, на расстоянии 10 метров от остановок, от детских каких-то учреждений, от органов государственной власти, от рынков, от культурных объектов и на тротуарах. Я понимаю, смешно, я понимаю, абсурд, но в законе так написано. На тротуарах проводить публичные мероприятия, а значит, и миссионерскую деятельность, нельзя. Захотели распространять книжки, выходите на 10 метров от тротуара, призывайте людей, вы сюда вот на газончик придите, кстати, по газонам тоже нельзя ходить, тоже штраф за это предусмотрен. Причем гораздо-гораздо меньше, чем за осуществление миссионерской деятельности с нарушением закона. Абсурд. Попробуйте исполнить такой закон. Это ладно, если вы вообще знаете, что он есть, этот закон. А если вы не знаете, вышли на тротуар, вся такая наглаженная, в саре, стилокая, только книжку достала, оп, участковый, а что это вы тут делаете в миссионерской деятельности, занимаюсь, у меня документ есть, я представляю какое-то религиозное объединение. А вы уведомления подали? Да, подала. Вам согласовали? Да, согласовали. И вы сейчас вот тут уже занимаетесь? Да, занимаюсь. А это тротуара, здесь нельзя, пройдемте. И вы проходите и оштрафовывают вас за нарушение порядка проведения публичного мероприятия штраф 20 тысяч рублей, на религиозную организацию за то же самое штраф 70 тысяч рублей, потом за нарушение порядка проведения миссионерской деятельности на вас минимальный 5 тысяч рублей, на организацию 100. И вы идете домой и думаете, что не так? Кришна, он вообще есть или нет? Куда он смотрит? Это ладно, это если один человек, а если у вас таких 5 вышло, а если 10, только за день? За каждого будут штрафы? Вы не подумайте, что это все вместе за год один штраф, ничего подобного. На одной улице стоит один, через два квартала другой, это два разных штрафа будет. Сегодня один, завтра уже другой штраф будет. Мы не напасемся денег платить эти штрафы только потому, что мы не знаем, как исполнять закон. Это я говорю к тому, что выполнить этот закон нереально, даже имея справку. Попробуйте согласовать просто собрание из двух человек, пикет из двух человек, вам его не согласуют. Всегда найдут способ отказать, поэтому вашу публичную миссионерскую деятельность, если вы по закону будете пытаться ее согласовать, никто не согласует. Это очень большая редкость. Согласовываю только в тех регионах, где очень хорошее отношение к преданному. Я не буду эти регионы называть, чтобы местные миссионерские отделы не усилили свою работу, но такие регионы есть. Итак, закон этот сложно выполнить, потому что он непонятен, и потому что даже в той части, в которой понятен, нереально. И еще закон обязывает всегда указывать свое полное наименование при осуществлении миссионерской деятельности. Если вы это не сделаете, имеется в виду полное наименование организации, которую вы представляете. Это означает, что вы на Санкиртоне, вам все согласовали, вы не на тротуаре, там где-то не знаю, не знаю где правда, но где-то вы не на тротуаре. На проезжей части, на которой ведется ремонт, машин там нет, поэтому вы вроде и не тротуар, вроде и машинам помехи не создаете. Нашли наконец-то счастливщика, которому вы хотите поповедовать. И раз вот вы говорите, вы слышали о Боге, вот почитайте книги, а он вам прям спрашивает, а вы почему при осуществлении своей деятельности не указали полное наименование организации? Просто не успела, ну вот вы нарушили закон. Останавливать каждого гражданина и первым делом ему говорить, я являюсь представителем местной религиозной организации Общества Осознания Кришны города Москвы, потом выдыхать и что-то говорить ему еще, это нереально. Если вы это не сделаете, формально вы нарушите закон, вы при осуществлении деятельности от имени организации не сообщили полное наименование организации тому, кому проповедуете. Это просто невозможно выполнить, правда ведь? На лекции я еще могу один раз сказать, ну я могу, я юрист, я знаю, как называется организация. Кто из вас знает, как называется организация, в помещении которой вы сидите? Вот, есть варианты Международное Общество Осознания Кришны. Если вы так скажете, я вас хочу огорчить, значит, иностранным организациям вообще миссионерской деятельностью заниматься запрещено. Вообще запрещено, нельзя. Местные религиозные, дальше какие варианты? Ну то есть сложно, правда, даже вот самим сложно, даже верующие сами не знают. Московское все-таки, ну все-таки есть, догадывайся, что-таки Москва, Московское должно быть. Вот, например, это у нас ладно, у нас действительно местная религиозная организация, Общество Осознания Кришны, города Москвы, 8 слов. В Санкт-Петербурге название организации входит 15 слов. Там, и никто из верующих не знает, как она называется полностью. Там у них местная религиозная организация, Санкт-Петербургское Общество Осознания Кришны, Санкт-Петербургское Осознания Кришны, Основатели Ачарьи, Абхати Винанта, Свами, Шилы, Пропады, 15 слов. Сказать это каждому встречному, кому вы будете осуществлять миссионерскую деятельность, невозможно. На одну букву ошибетесь, формально вы нарушили закон, сообщили заведомо ложное или неполное именование организации. Вот такой закон. Что делать? Возникает вопрос, наверное, сразу. Он уже у вас назрел. Да, еще попугай. Установлены огромные штрафы, наказывать будут и физическое лицо, и юридическое. Связка публичной проповеднической деятельности с религиозной организацией влечет в большую опасность для религиозной организации попасть под этот штраф. Поэтому пока не сформируется правоприменительная практика, мы такие документы никому давать не будем. Потому что у нас бюджет не такой, чтобы за каждого проповедника мы платили вот такие шестизначные штрафы. Это минимум шестизначный. И, пожалуйста, осознайте свою ответственность за свои публичные действия. За вас может пострадать религиозная организация, даже если у вас такого документа нет. Такое тоже возможно на практике у меня встречалось. Мы переходим плавно к вопросу, что делать. Нам остается искать иные законные способы проповедовать вне рамок миссионерской деятельности. Это действительно возможно. Один из плюсов этого закона в том, что он дырявый, как дуршлаг просто. Вот если бы был у нас в стране сильный суд, проблем бы не было с этим законом вообще. Все непонятности этого закона, они бы толковались в нашу пользу. Но сейчас ситуация такова, что наоборот, все непонятности закона будут толковаться против нас. Если непонятно, мы преследуем цель вовлечь кого-то куда-то или не преследуем, в протоколе будет написано «преследовал». И суд будет писать «нет оснований не доверять сотруднику полиции», который написал, что преследует, не вдаваясь в подробности. Итак, как можно вне рамок миссионерской деятельности проповедовать? В этом случае, если вы будете вне рамок миссионерской деятельности проповедовать, этот закон, который устанавливает все эти требования для миссионеров, он вас не коснется вообще. Но это нужно немножечко стать, придется стать, немножечко, немножечко юристами. Значит, как это делать? Сейчас прошу понять меня правильно. Я не учу, как обходить закон. Я всего лишь буду говорить о том, какие другие законные способы распространения сознания Кришны, распространения нашего вероучения, проповеди публичной имеются. И что действуя так, мы не нарушим закон. Вот именно про это я буду говорить. Конечно, я буду говорить о том, как не попасть под определение миссионерской деятельности, но это не значит, что я учу, как нарушать закон. Понятно? Просто я вам рассказываю про другие законные способы проповеди. Так, значит, вы должны четко знать признаки миссионерской деятельности в совокупности и действовать так, чтобы хотя бы один, а лучше все эти признаки в вашей деятельности не присутствовали. И вот сейчас немножко такая юридическая часть будет. Итак, первый признак миссионерской деятельности в том, что это деятельность религиозных объединений. Религиозные объединения включают в себя религиозные группы, действующие без регистрации, как юрлицо, и религиозные организации, зарегистрированные. И поэтому, если вы действуете от себя лично, то формально, вот если буквально понимать закон, то вы не осуществляете деятельность от имени религиозного объединения. И эта деятельность не является миссионерской. В этом, уверенно, главный юрист Русской Православной Церкви. Давайте будем ее уважать и согласимся с ее мнением. Конечно же, ну, она преподавала, конечно, преподавала, ну, то есть она профессор права, доктор юридических наук, очень умная женщина, я вам точно говорю, прям очень. Поэтому, когда вы проповедуете, если вас спросят, а где у вас документ, смело говорите, нет документа, потому что я не представляю никакое религиозное объединение. Как? Вы без документа? Да я без документа, а что у нас? 28-ю статью Конституции отменили, там же гарантировано право каждому. Вот я и воспользовалась. То есть первое, это то, что вы продолжаете проповедовать так же, как и раньше, но вы не говорите, что вы представляете какую-то организацию. Уж про международное общество Кришны так это точно, к сожалению. Международное общество сознания Кришны, нужно объяснять, что это не столько организация, в которой я состою, я даже не знаю, где она находится. Кстати, кто знает, где она находится? В Америке, да, сейчас скажете? В Нью-Йорке была зарегистрирована. Сейчас она формально находится в Майяпуре. И GBC находится в Майяпуре. И весь центр деятельности ИСКОН находится в Майяпуре. И все решения там принимаются. Та, которая в Нью-Йорке, есть в отношении этой организации маленький секрет, но я не буду его раскрывать. Не буду. Пусть интрига повиснет. Итак, дальше. Вы не представляете никакую религиозную организацию, Международное общество сознания Кришны, которое написано у вас на книгах, а в каждой книжке написано, это всего лишь обозначение вероучения. Это указание на вероучение, но не на конкретное юридическое лицо. Вот и все. Тоже нужно иметь объяснить. Поэтому ваша деятельность не является миссионерской. Вы не представитель религиозного объединения. Это не значит, что на вас протокол не составят. Вовсе нет. Но, по крайней мере, вы не подставите организацию. Международное общество сознания Кришны – это не юридическое лицо, а это обозначение нашего вероучения. Одно из обозначений. Обозначение – это ващновизм. Про ващновизм нужно говорить. Это одно из основных направлений традиционного индуизма. Мы знаем, что Прабхупада говорил об индуизме разные вещи, что сознание Кришны, Бхакти, в чистом виде, конечно же, это не индуизм, это гораздо выше любых религий. Но для того, чтобы там легче проповедовалось, и это тоже будет правдой, мы говорим, что ващновизм – это одно из основных направлений традиционного индуизма. Если вас спросят, а вы кто? И Международное общество сознания Кришны – всего лишь одно из обозначений ващновизма. Вот так нужно объяснять. Второй признак миссионерской деятельности – это направленность этой деятельности на распространение информации о вероучении среди лиц, не вовлеченных в организацию. То есть ни участники, ни члены, ни последователи организации. Поэтому, если вас кто-то спросит, с какой целью распространяете, скажите, это моя личная духовная практика, просто хочу поделиться с людьми этой радостью. Вовлекать никого никуда не хочу, к нам в организацию вступать не нужно. Просто вы узнаете о том, что такое знание есть. Так вы не попадете под определение миссионерской деятельности по признаку направленности деятельности на вовлечение новых членов в организацию. Если этого признака не будет, у вас и деятельность-то не миссионерская. Кстати, это большой плюс, то, что мы тут все собрались, мы все последователи общества сознания Кришны. И любая проповедь Сиасасаны означает, что это не миссионерская деятельность. Потому что мы не вовлекаем тех лиц, которые не являются последователями. Достаточно написать на входе в храм, например, если нужно там обезопаситься от этого признака, вход только для последователей общества сознания Кришны. Как в Джаганатхапуре висит там хинду-онли, нас не пускают, не знаю, может у них тоже такой закон принят, поэтому не пускают. И если там даже вошли люди, которые считают себя непоследователями, нас не накажут за то, что мы пытались их куда-то вовлечь. Мы исходим из того, что тут только последователи. И самое интересное, что в законодательстве нигде не написано, кто же такой последователь, а кто непоследователь. Нету никаких критериев определить последователя от непоследователя. Поэтому последователи все те, кого мы считаем последователем. Раз сюда пришел, значит последователь, значит что бы он сюда пришел. Поэтому в храмах смело проповедуем, на дамахатах смело проповедуем. На Махаты, слушайте. В жилых помещениях, да, запретили миссионерскую деятельность. Ваша деятельность не является миссионерской, потому что вы проповедуете, во-первых, от себя лично, а не от организации. Во-вторых, вы проповедуете, не вовлекая никаких новых членов. Вы вовлекаете только среди последователей. А последователи это все те, которые вам пришли на на Махату. Все. Кто? Хоть кто? Раз к вам пришел, последователи? А за стенкой? Ну, мы же их не вовлекаем. Специально стенку построили. То же самое Киртон. Нет, соседями просто. У них там своя территория, у нас своя. Только режим тишины, ну, вы соблюдайте, чтобы есть режим тишины, там, ну, вот с 8 до 10 еще можно. Больше 10 не нужно, но мы больше 10 только наджанмаштами гудим больше. Так-то и спим в основном, стараемся. Вот нам до 8 тяжело, это да, держаться. Мангалара тишопотом, это что-то, конечно. Я помню, мангалара тишопотом и ваше не проводили, когда мы еще на квартирах жили. Это что-то было. Соседям нужно не мешать. И принцип даже не потому, что это закон нам запрещено, а потому, что они наши соседи. Давайте вопросы потом. Доказать очень просто. В протоколе напишут вовлекал. Вы скажете, да нет, не вовлекало. А суд скажет, вовлекал, вовлекал. Не важно, что человек хочет. В протоколе напишут, вовлекал. Вот возьмет и напишет. Если вы юристу не позвоните, так и будет. Вовлекал. И постановление суда, и так и останется. Вовлекал. Ну, смотря, что в протоколе напишут. Это совсем другая вещь. То, что вы делали на самом деле, то, что про вас напишут в протоколе. Это совершенно разные вещи. Но юридические последствия повлечет то, что написано в протоколе, а не то, что вы делали на самом деле. Это вот такого юридического восприятия мира. Я вот в этом живу как-то. Не обязательно. И в том, где написано, от подписи отказался. Точно такой же протокол, ничем не хуже. Не умничайте, право. Вы юрист? Я про это, может быть, еще расскажу, хотя не хотелось бы. Так, значит, мы говорили про второй признак миссионерской деятельности. Направленность на тех, кто не является последователями, тем более участниками, членами религиозного объединения. Третий признак, что вы распространяли не просто среди последователей, вернее, среди непоследователей публично, но вы еще распространялись целью вовлечения. Это тоже признак. Если нет цели вовлечения, то, значит, нет и миссионерской деятельности. Например, про нас в интернете всякую ерунду пишут, какие мы сектанты страшные. Распространяют сведения о нашем вероучении. Самое обидное, что это не является миссионерской деятельностью, ведь они не ставят целью вовлечения кого-либо в нашу организацию. Очевидно, не ставят. Это не миссионерская деятельность. Поэтому, не знаю как, но старайтесь при публичной проповеди лишний раз не говорить, что приходите к нам, в нашу замечательную организацию, вступайте, пишите заявление, не нужно. Старайтесь все это сводить к тому, что просто познакомить с вероучением, познакомьтесь, какие книги, прочитайте книги, там все написано. И никаких призывов кого-то куда-то вовлекать, вступать не надо, чтобы не было третьего признака миссионерской деятельности с целью вовлечения, этого не надо. А четвертый признак публичность, тут его никак не обойти, то есть публичность, СМИ, интернет и любым законным способом. Ну тут любая публичная деятельность, да, это признак миссионерской деятельности, тут сложно не согласиться, действительно, если мы вышли публично, значит другие люди будут нас видеть, которые не вовлечены. И какой-то, то есть это явно признак миссионерской деятельности. Что ничего? Так, а какой у нас первый признак миссионерской деятельности? Сейчас как шлоки буду заставлять учить, иначе не будем документы давать. От себя лично вы можете распространять что угодно, но не приписывайте, что вы местная религиозная организация, находящаяся по адресу, что я действую в интересах, не нужно это писать. Можно, можно. Это не значит, что на вас не составят протокол, сразу вас обрадуя. У нас такая страна. Даже если вы не будете постить, все равно это не значит, что на вас не составят протокол. Тоже не значит. У нас куча других законов, которые тоже невозможно выполнить. Понятно, вопросы нужно повторять. Я понял. Вопрос был про то, как проповедовать в интернет, можно ли постить. Вот поститься можно, а можно ли постить. Значит, можно, но действуя не от имени религиозного объединения. И желательно, никого никуда не вовлекая, и не преследуя цели, кого-то куда-то вовлечь, чтобы он пришел, куда-то записался. Вот в интернете пока проповедь пусть такая остается. Все официальные группы, представляющие храм, храм будет объяснять, что-то можно писать, а что нет. Само по себе в интернете-то распространять информацию еще не запретили, хотя и пытаются. Но все, что будет идти официально от организации, отдельным образом сама организация будет это регулировать. Там должно быть обязательно указание полного наименования организации. И все те сайты, которые организация не будет признавать своими, они будут считаться, что это люди пишут сами от себя. И не осложняйте нам жизнь, если у вас ваш частный какой-то сайт, какой-то блог вы ведете. Нигде не пишите, что вы представитель международного общества, московского общества, центра общества сознания Кришны в России. Да, хочется быть причастным, но потерпите. Вы ведете блог от себя лично. Так, сейчас я пройдусь, как действовать вне рамок миссионерской деятельности на конкретных примерах. Вот распространение книг. Вы вышли, распространяете книги. Распространителям книг мы точно не будем давать никаких удостоверений, даже не просите никаких. Все старые будут признаны отозванными, недействительными, просрочившимися, утрачившими силу. После 20 июля ничего не действует, сразу вам говорю. Потому что распространительные книги самые уязвимые, их пытаются наказать не только за то, что они проповедуют. Кстати, ни разу еще не наказывали за то, что мы нарушили закон о свободе совести, потому что таких норм не было. Пытаются наказать за торговлю, за помехи пешеходам, за торговлю в неустановленном месте, за предпринимательство без образования юрлица, даже за хулиганство. Причем писали прямо в протоколах у преданных, находясь в публичном месте, выражался нецензурно бранью, чем грубо нарушил общественный порядок. Таких протоколов было несколько. К счастью, мы их все выиграли потом в суде, но если бы юрист не занимался этим делом, вы бы проиграли. Вас бы признали виновным в хулиганстве, а там до 15 суток. Причем, конечно же, преданные этого не делали, он не выражался нецензурно, просто об этом написали в протоколе, и нужно было знать, как с этим поступать. И если у него будет, может быть, санскрит, кому-то показалось что-то, если бы у него был этот документ, что он представитель этой организации, то на религиозную организацию штрафы на порядок больше. Поэтому мы никому пока из распространителей книг такого документа давать не будем. Вы распространяете книги, действуете от себя лично, не преследуете цели кого-то куда-то вовлечь. И что там еще? Ну, нельзя сказать, что ваша цель, что вы не связаны с деятельностью, ну, с людьми, которые не вовлечены в организацию, конечно, связаны. Поэтому вы сами по себе действуете без цели вовлечения кого-либо куда-либо. Это для распространителей книг. Пока распространяйте так же, как и раньше. Харинама. Ее организуют только физические лица. Если подаете уведомления, то только от физических лиц, никаких организаций. Если без уведомления вы проводите в форме собрания, такое можно. Мы выиграли на прошлой неделе два суда. Один в Твери, один в Туле. Нас пытались привлечь к ответственности за Харинаму без уведомления. Там преданные просто сидели, пели. Ну, немножко, не просто сидели, немножко еще и стояли, стояли, даже немножко подтанцовывали и даже не немножко подтанцовывали. Но все равно это, все свелось к тому, что это собрание. И нас суды оправдали, сильные очень решения были. Был у нас суд в Удмуртии, в Твери и в Туле. В Туле и в Твери. Буквально вот на прошлых неделях я мотался, разбирался. Поэтому, если вы хоть с уведомлением, хоть без, это ваша личная инициатива как физического лица. Все. Не надо в протоколах писать, я являюсь членом Международного общества сознания Кришны. Я читал такие протоколы. Сколько не говорю, не нужно никаких международных обществ. Пожалуйста, преданный, на коленях стоял. Нет, все равно. Так, по Харинамам. Значит, там по Харинамам, там другая тема. Там, в принципе, Харинамаму сложно организовать в соответствии с законом, потому что ее по уведомлению редко где согласовывают, а без уведомлений она очень ограничена. То есть, без ходьбы, желательно без звукоусиливающей, желательно так скромненько посидеть на лавочке в парке попеть. И то протоколы составляют, еле отмахались. Публичная, а так, проповедь в интернет, я уже сказал, от себя лично, без цели вовлечь кого-то куда-то. Проповедь по знакомым. Не от имени организации, без желания вовлечь кого-то куда-то, рассказывайте им все, что знаете, не жалейте сил. Фестивали. Уже с Владивостока мне преданный шлют. Ну, что нам билеты-то покупать? Закон-то такой приняли, что носа не высунуть. Ну, что, ехать, не ехать? Фестивали, значит, тут нельзя сказать, что мы тут от себя лично собрались, 7 тысяч человек, или сколько нас там собирается? 2 тысячи, 4 тысячи. Ну, какая-то организация, конечно, будет подписывать договор аренды, поэтому нам остается уповать на признак миссионерской деятельности, что его нету, что только для последователей. Фестиваль только для своих, все будут с бирочками ходить, если бирочка есть, ну, по-любому свой. В анкетах мы там будем писать, что я являюсь последователем сознания Кришны, там галочку будете ставить, все, галочка стоит, подпись стоит, но последователь, вот мы исходили из того, что все последователи. Поэтому все то, что на фестивале, не будет являться миссионерской деятельностью. Если происходит в помещении в собственности религиозной организации или арендованной, то эти требования иметь документ не распространяются на мероприятия, которые проводятся в помещениях. Такая деятельность осуществляется в таких помещениях беспрепятственно, кроме жилых помещений. Если жилое помещение в собственности религиозной организации, то беспрепятственно. Если гражданин, то только вне рамок миссионерской деятельности, отлично от этого гражданина и без целей кого-то куда-то вовлечь. Есть более экстравагантные способы не попасть под определение миссионерской деятельности, но о них я буду рассказывать в частном порядке с анкертанчиком, возможно, хоринамчиком. В первую очередь распространителям книг. Публично мне не очень удобно об этом рассказывать, потому что меня неправильные поймут. Иностранцы. Бедные иностранцы. Граждане Украины, Белоруссии, которых немало, извините, но закон есть закон. Иностранцы могут проповедовать, столько въехав по религиозной визе и только в том субъекте федерации, где находится организация, которая их пригласила. Если вы не по религиозной визе въехали и слишком высоко на хоринаме там скачете, к вам могут возникнуть серьезные вопросы. А если вы лекцию даете, если вы книги распространяете, то вероятность таких вопросов еще больше. Я даже не знаю, что вам посоветовать. Даже вид на жительство, если вы иностранец, то миссионерской деятельностью вам заниматься нельзя. Единственное, что можно, это опять-таки аккуратно-аккуратно реализовывать свое право на то, что действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями, но вне рамок миссионерской деятельности. Вот ни в коем случае вы не представитель никакой религиозной организации, совсем-совсем вообще. И желательно вам на хоринамах тут не солировать и лекции давать только в храме. Да, в храме, в храме, в храме, как это будет в храме? В храме даже опасно, потому что все равно это остается миссионерской деятельностью, просто ее без документа можно ввести в храме. То есть, очень осторожно, что сделать, как мы это все сделаем с махаранджами, не беспокойтесь и сделаем, как сделаем, я сейчас рассказывать не буду. Потому что есть люди, которые меня будут слушать не только для того, чтобы действовать вне рамок миссионерской деятельности, а для того, чтобы наоборот осложнить нам нашу деятельность вне рамок миссионерской деятельности. Это я прекрасно осознаю. Поэтому иностранцам мы точно не будем давать документы, и вам нужно действовать вообще очень осторожно, на свой страх и риск, реализуя свое право распространять свои религиозные убеждения, действовать в соответствии с ними. Оно гарантировано вам нашей Конституцией, но очень сильно сжато нашим федеральным законом. Вопрос в том, что является ли миссионерской деятельностью, и как вообще быть, каков правовой статус тех программ, которые проводятся в виде какого-то концерта, в виде мантра-йоги, в виде каком-то йога-клубе даже, там кто-то что-то кому-то объясняет. Ну, в частности, концерт. Галлока фест наш проводится, вроде как. Занятия по йоге, как это, миссионерская деятельность или нет. Разберем концерт. Значит, тот же самый, обращаемся к шастрам, к первоисточнику, признаки миссионерской деятельности. Не от религиозного объединения и не в интересах религиозного объединения. Никто никого никуда не призывает. Приходите к нам на Кусинена 19, в местную религиозную организацию. Вот и коротки. Не надо делать. Вот не надо. Петь можно. Харе Кришна петь, конечно же, можно. Вы же поете от себя лично. Вы не действуете в интересах какого-то юрлица. И главное, что не вовлекаете кого-то куда-то. Это очень важный момент. Это то, что вас спасет от того, чтобы попасть под миссионерскую деятельность и под штрафы соответствующие. И я думаю, что для концертов этого достаточно, чтобы вы просто не призывали кого-то куда-то приходить. Призывать повторять Харе Кришна можно. Пожалуйста, конечно, повторяйте. Но приходите и записывайтесь в нашу религиозную организацию. Вот это не надо. Сейчас я скажу. Это является формой религиозной деятельности. В то же время разделить, где это культурная деятельность, а где религиозная, невозможно. Невозможно. Не спрашивайте даже меня. Даже индологи это не знают. Они говорят, невозможно определить, где в Индии культура заканчивается, и начинается религиозность. У них это одно целое. Разделить невозможно. И никто не пытался никогда это делать, пока нашим законодателям такая потребность не пришла. Надо разделить. Религиозное отделить, а все остальное пусть как раньше делали. Раздавать приглашения. Действительно, если вы раздаете приглашения, то это явно деятельность в интересах той организации, куда вы приглашаете. Это явно деятельность, направленная на вовлечение лиц, которые не являются последователями. Хотя бы для того, чтобы они стали последователями. И тут пока сложно. Не, на концерты вы приглашаете на концерт, а не в религиозную организацию. Но если вы приглашаете на храм на Каусинена... Если приглашаете на концерт, который в храме на Каусинена, лучше писать на концерт, который не в храме на Каусинена, а просто на Каусинена. Люди придут, поймут. Общество культуры слепых, хотя люди все равно поймут, куда пришли, даже если слепые будут. Но вот действительно вопрос, как распространять приглашение в конкретную религиозную организацию, что там явно программы, это явно будут все признаки миссионерской деятельности. До Прасада дойдем, это святое, пока на него не покусились. Прасад запретят, все, все уедем в Беларусь, сейчас там гораздо проще со свободой совести, чем в Российской Федерации станет. Давайте сейчас разберемся с приглашениями. Значит, с приглашениями тут один нюанс, что нет такого признака, как распространение сведений о вероучении. Распространяя приглашение, вы вместе с тем не распространяете сведения о вероучении. Там написано просто адрес, где люди могут прийти и ознакомиться, но сами сведения о вероучении вы не распространяете. Поэтому, если распространяете приглашения, не пишите на них шлоки, аначе будет распространение информации о вероучении. Просто приглашение. Приглашаем вас туда-то, там вот храм, там такая-то. А на этих приглашениях, если вы в храм приглашаете, который находится в собственности религиозной организации, или в аренде, обязательно должно быть указано полное наименование этой организации. Вот обязательно. Если приглашаете на Хусинена, местная религиозная организация, кавычки открываются, общество сознания Кришны, города Москвы, кавычки закрываются. Если вы это не напишите, либо напишите что-то еще, получится, что организация действует анонимно, не сообщая свое полное наименование, и тем самым нарушит закон. Объяснять, что вы действовали не в интересах организации, тут просто бесполезно. Я даже с такими доводами в суд не пойду, но это глупо. Приглашаем на программу, нет, я не от них, я сам от себя, вот я живу. А где вы живете? Я на Украине живу, вот просто вот тут решил пораспространять. Конечно, вы действуете в интересах организации, поэтому визитки. Давайте так решим, что все, что вы публично пытаетесь распространять, даже из лучших побуждений, показывайте юристу сначала. У нас там на рецепшене лежит куча материала, там на пожертвования, на что-то еще, какие-то анкеты. В половине этих материалов нету полного наименования организации. После 20 июля нас за это будут штрафовать. Аф-аф. Также на сайте, ладно, это потом расскажу. Игнанда Непрабу, что у нас на сайте творится, на официальном Кришна.ру. Потом. А на Викторовну, точно так же будут? Я думаю, да, конечно будут. Все уведомления мы будем посылать, по электронной почте будем рассылать. Мы не будем стесняться, что это похоже на миссионерскую деятельность, не похоже. Это будет просто рассылка. Потому что тут нам сложно нарушить закон, просто отправив рассылку. Если мы не забудем написать полное наименование религиозной организации. А вот публично действовать на улицах, это да, возникают сложности, когда вы будете делать миссионерскую деятельность. Закон вступает в силу 20 июля. Приняли его 24-го Госдумы в первом чтении, в втором приняла, или даже в третьем приняла. Владимир Владимирович подписал, не помню, когда, числа 6-го, 7-го числа подписал, 20-го вступит в силу. На днях будет опубликован. Это про совсем другую часть этого закона. Это та часть, которая касается, что операторы связи обязаны все наши разговоры за полгода хранить у себя. Всю переписку, весь интернет-трафик, все хранить у себя. Ну, государству интересно, о чем граждане разговаривают. Вот поэтому такие жесткие очень законы введены. Та часть, которая религиозная, она вступает в силу 20 июля. Отменить как? Нужно голосовать за тех депутатов, которые проникнутся идеей отменить этот закон, и только они вправе отменить. Сейчас никаким другим образом невозможно отменить. Или Конституционный суд Российской Федерации признает этот закон несоответствующим Конституции. Что тоже вероятно, но это очень сложно. Законным способом только так. Что касается обороны, через конечные угодные, через специализированные чтения? Так, что касается распространения религиозной литературы через магазины, через книжные, через что-то еще. Значит, первый момент. Вы действуете не от имени религиозного объединения, а от имени общества с ограниченной ответственностью. Веданты или Ромашка. То есть не от имени религиозной организации. И второе. Вы не ставите уж точно целью кого-то куда-то вовлечь. Вы просто реализуете товар. Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью. Бизнес и ничего кроме бизнеса. Только бизнес. Без никаких там сентиментов. Приходите к нам куда-то, что-то, зачем-то. Как признакам миссионерской деятельности должно присутствовать? Все одновременно. Если хотя бы одного нет, то это не будет миссионерской деятельностью. Но признаки таковы, что их очень легко истолковать. Что он есть, когда нужно, чтобы он был. И что его нет, когда нужно, чтобы его не было. Это очень просто. И у нас вот самое большое, о чем я бы вас хотел попросить, это звонить юристу до составления протокола. А не после уже вынесения решения суда. Но есть такие у нас. Вот, Махабаларам, какие-то бумажки какие-то по почте пришли. Смотрю постановление суда. А что это за бумажки? Наверное, протокол составляли. А, да, там что-то я подписывал когда-то. Вот чтобы такого не было. Сейчас из-за вас может реально пострадать организация. Со штрафом от 100 тысяч рублей. То есть меньше нельзя. И до одного миллиона. Есть ли что-то еще, кроме определения миссионерской деятельности? Вы что имеете в виду? Я имею в виду в законе еще такие статьи. Есть, которые надо говорить. И все общественные. Не слышать. Пока вот этого достаточно. Есть еще один другой. Более, ну как сказать, чтобы экстремистом-то не стать. Сейчас. Не, не суровый. Неадекватный, на мой взгляд, закон об антиобщественной деятельности, что законодатель вводит понятие деятельность, которая не нарушает норму права. Она не является противоправной. Но вместе с тем в какие-то нормы морали не вписываются. Поэтому она будет антиобщественной. Будет вестись профилактический учет лиц, которые совершают антиобщественную деятельность. Но это все мы с вами. Мы совершенно с вами антиобщественные. Мы не курим, мы не пьем, мы нарушаем все нормы, принятые в обществе. День рождения мы не пьем, Новый год мы не пьем. Да что бы за россияне вообще? Мы с вами антиобщественники. Нас поставят на учет. Меня этот учет совершенно не беспокоит. Пусть они там учитывают меня, как хотят. Пока они мне не запрещают есть просад, мне дала лампочки. Кто меня как учитывает? Как только мне будут говорить, что поскольку ты совершаешь антиобщественные действия, тебе это делать нельзя под страхом государственного принуждения, тогда я пойду в суд. Пока закон прописан так, что нас просто где-то учитывают и все. Да пусть учитывают. Когда примут поправки, что те, которые антиобщественные, мы их оштрафуем, тогда мы примем меры. Закон глупый, неадекватный, на мой взгляд, но один из его плюсов, что он сейчас на нашей деятельности никак не отразится. Это основной его плюс. Нам пока с этим миссионерским бы разобраться, и уже будет хорошо. Значит, и последний пункт, который я хотел бы озвучить, я его назвал аптечка. Это вот, когда что-то где-то порезали, надо срочно вылечить рану вам на все случаи жизни. Я повторять не буду, потому что в записи потом сможете еще послушать. Значит, если дошло дело до бумажек, пришли погоны, бумажки вам показывают, говорят, распишитесь. Перед тем, как что-то писать, обязательно звонить юристу, чтобы у вас был мой телефон, и звонить юристу. Это, конечно, для юриста тяжело, потому что, когда бумажки составляют, а вы во Владивостоке, и вы звоните юристу, юристу приходится просыпаться из-за этого. Два часа ночи, мы программу у нас тут, калинаму остановили, а что вы по ночам-то ходите? У нас день, вы откуда? В Владивосток. Вот, но, не знаю, будем как-то там дежурство, что ли, устраивать, потому что, раз так все серьезно. Можно мой телефон? Мой телефон 8-915-499-2717. В рассылке будет, я не буду доступен до конца июля. Потому что я уезжаю в отпуск в горы, извините, не буду доступен. Надеюсь, ничего страшного пока не случится, закон еще не начнут применять. А потом, конечно же, начнется. И если на вас составили протокол, если у вас нет с собой телефона, или при попытке звонить юристу, у вас его отобрали, в любой протокол, который составили, значит, вы должны сказать, что объяснение дают только в протокол. На отдельных листиках объяснения без юриста не давайте, отказывайтесь. Требуйте составления протокола. Составили протокол, а даже и в объяснениях, то есть на любой бумажке, которую вам дадут, вы пишете вот эту фразу. С вменяемым правонарушением не согласен. Протокол прошу составить, а дело рассмотреть только в присутствии защитника. Дело прошу рассмотреть по месту моего жительства, прошу выдать копию протокола. Только после этого можно подписываться и стараться получить копию протокола. Я не буду повторять, в том, на записи запишите. Если вдруг без юриста к вам протокол приплыл нужно составлять, пишите только вот эти фразы и ничего больше. Все остальное, когда я про этот протокол узнаю, я буду с ним работать. Сфотографировать желательно протокол, получить его копию. И не забывать, конечно, что все происходит по милости Господа. Он мне неоднократно показал, начиная еще и до Багавадгиты процесса, и во времени его особенно, и после, что он полностью контролирует в этой вселенной каждый атом. Любое действие правоохранительных органов Российской Федерации полностью под контролем Кришны. У меня в этом полная убежденность. Потому что были случаи, когда я выходил на суд и был уверен, что тут я точно проиграю, просто 100%. Я уже вещички-то собрал, в хорошем смысле слова, бумаги в чемодан, не подумайте, неправильно. Сейчас жду, уже думаю, где же я буду обжаловать это дальше. А суд выходит и удовлетворяет мою жалобу. И я полностью в шоке, я удивлен. Как это возможно? Я не ослышался. Что случилось? Нет, суд удовлетворяет мою жалобу. Приводит очень сильные доводы. Да, удовлетворил. И такое было, к счастью, не раз. Поэтому у меня есть убежденность, что тут Кришна точно в курсе всех этих законов. Не без его воли их приняли. И все зависит в итоге от него, и что он будет преданным помогать. Это точно. Никогда не разочаровывайтесь в нем. На такой позитивной ноте я бы хотел перейти к вопросам, если они остались. Сразу отвечу на вопрос, что ж теперь можно, а что нельзя. Непонятно, что можно, а что нельзя. В рамках миссионерской деятельности почти ничего нельзя. Вне рамок миссионерской деятельности можно все то же самое, что можно было раньше. Вот такой ответ. Где граница между миссионерской деятельностью и немиссионерской, об этом я пытался рассказать. Невозможно понять, где эта граница. И можно и так истолковать, и так. Единственное определение миссионерской деятельности, с которой я понимаю, которая реально работает. Миссионерская деятельность – это та деятельность, связанная с религией, которую при необходимости можно признать миссионерской. Вот это миссионерская деятельность. То есть ту, которую при необходимости можно признать миссионерской. Это вот самое такое полное определение. Давайте, дорогие, предные какие-то вопросы, потому что я бы не хотел вас загружать этой информацией. Десять минут, потому что я понимаю, тема не очень интересная, не очень радостная. А как будет вообще определяться человеком, как бы, ну, прям в последствии, где он просто недоброживает его? Например, я обиделся на предных, слушал и сказал, что я миссионер, я не могу сказать. Вопрос в таком, как быть вообще с провокаторами, которые... Или это преданные, которые обиделись на искон, решили насолить, а пойду-ка я буду сейчас крикнуть, что люди, приходите все в московский храм, я тут миссионерской деятельностью занимаюсь, и как раз в том месте, где это нельзя. Например, в суде. Громко это крикнет. В суде нельзя точно. Поэтому мы не будем давать эти удостоверения тем, кто вызывает какие-то опасения, или не будем давать на длительный срок. И именно поэтому у нас будет всегда возможность сказать, что поскольку мы документ человеку не дали, он не является представителем. Вот действует от себя лично. Поэтому мы будем очень осторожно выдавать такие документы. Именно поэтому. Что бывает, люди обижаются, бывает документы теряются. Чтобы не было таких вещей. И как, тут не обязательно бхакти-шастер, тут будет только после собеседования с юристом. Я на этом буду настаивать. Потому что вот те, кто после бхакти-шастер, они себя могут вести еще более трансцендентно, осознав, что они выше всех правил и предписаний. Так что я буду просить, чтобы с юристом было собеседование. По крайней мере, из тех, кого я лично знаю. Есть люди, которых я знаю, что они могут написать протоколы без меня. Я за них не беспокоен. Но так или иначе, то получается, что если человек имеет удостоверение, он как бы представит себя как пенсионер в деятельности. То есть, что будет, если обидится человек с удостоверением? Без удостоверения. Но как мы можем поделать? В Российской Федерации это сколько? 150 миллионов граждан. Они все без удостоверений. И как вот за них переживать, за каждого? Как же он там? Вдруг он обидится? Вдруг он крикнет что-то? Мы не можем. Нет, мы не будем бегать и говорить, пожалуйста, вы не ходите сегодня на улицу и не кричите, что вы от нас. Мы это не можем делать. Достаточно того, что у него нет документа, что он действует от нас. А те, кто с документом вдруг обидится, документ отзывается. Тоже такое можно. То есть, это не такая большая проблема. Где-то даже это можно рассматривать как один из плюсов нашего закона, что мы теперь четко можем отделить, кто наш последователь, а кто нет. Кто в наших интересах действует, а кто нет. Это, кстати, плюс этого закона. Мне как юристу вот этот плюс, он поможет. Еще вопрос. Касаемо визита центра индийской культуры, что страшного в этом? А, визиток, визиток. Переглашаем в центр индийской культуры. На этих визитках должно быть полное наименование религиозной организации, которая осуществляет благотворительный проект «Центр индийской культуры». Да, сразу сообщу, дорогие преданные. Центр индийской культуры – это не юридическое лицо. Это наименование благотворительного проекта, который осуществляет местная религиозная организация «Общество сознания Кришны» города Москвы. Оно арендует это помещение. Оно осуществляет этот благотворительный проект по распространению культурных ценностей Древней Индии. Поэтому это не юридическое лицо. Приглашать вы можете, использовать название ЦВК вы можете. То есть ЦВК – Центр индийской культуры вы можете. Но на этой визитке обязательно должно быть полное наименование нашей организации. Без этого наименования ничего распространять нельзя. Про визитки понятно, да? Да. А вот по Бакси-Врикшам скажите, пожалуйста, которые окажутся в промышлевых помещениях и имеющихся целью, как это способствует все местные действия. Вмышления, в промышлениях, которые последствуют... Вопрос. Как быть Бакси-Врикшам, которые все-таки проводят в нежилых помещениях? Да. И мы не можем сказать, что это не миссионерская направленность, потому что это их идеология, что они вовлекают новых членов. Это принцип развития Бакси-Врикш, что они делятся через какое-то время. Действительно, как? Быть с ними очень просто, что вы приглашаете людей не в религиозную эту организацию. И последователями они становятся, не конкретные религиозные организации, причем юридически так и есть. Они заявления никуда не пишут. Они просто становятся последователями вероучения. И напрямую вероучение не связано с организацией, потому что это вероучение распространяет ни одно московское общество сознания Кришны. У нас таких организаций больше 70. Я уж не говорю, как вот, например, другие, например, христианство, как распространять, и у них больше 10 тысяч зарегистрированных организаций. От какой получать документы? То же самое у нас. Мы не вовлекаем людей в то, чтобы они стали участниками, членами, последователями какой-то конкретной религиозной организации. Просто призываем их изменить свою жизнь к лучшему. Где-то вам придется переориентироваться на такой формат. И все публичное, что вы распространяете об Активрикшах, надо как-то к этому привести. Чтобы не было вовлечения в конкретную религиозную организацию, потому что признак... Да, и вы, осуществляя БАКтиврикши, вы опять-таки не действуете в интересах какой-либо религиозной организации. Два признака у вас, вы под них не подпадаете. Пока на этом играете. Если правоприменительная практика качнется в сторону, что только представители организации могут, граждане не могут, будем что-нибудь придумывать еще. Сейчас пока будем решать вопросы по мере их поступления. По БАКтиврикшам понятно? Два признака у вас. Вы избавляетесь от двух признаков. Вы не действуете от имени конкретного религиозного объединения. БАКтиврикши – это просто собрание людей, которые вдохновлены БАКтиврикшой, йогой, ващновизмом, обществом сознания Кришны, Кришной, чем угодно. Вдохновлены, общаются, и это вдохновение тиражируют дальше. Это вероятная ситуация, если есть какой-нибудь сосед, где доброжелание. Звонить юристу. Звонить юристу. У него теперь есть инструмент для того, чтобы устранить себя. Он сильно-то не устранит. Вероятность того, что сосед что-то напишет, она, конечно же, есть, и пишут соседи. Если это просто сосед, он пишет совершенно неграмотные заявления, там он про миссионерскую деятельность вряд ли услышит. Он будет писать, что громко поют, и все. Про миссионерскую не будет. Про миссионерскую деятельность про нас будут писать миссионерские отделы местных епархий. Это да, наши лучшие друзья. Они следят, чтобы мы не нарушали закон. И, в принципе, спасибо им за это. Они более грамотно пишут заявление. Но если вы позвоните юристу, то очень большая вероятность, что к ответственности вас не привлекут, и нарушения закона в ваших действиях не будет. Потому что если вы правильно по конкретному заявлению объясните то, что вы делали, вопросов не будет. Поэтому вот первое сейчас шлоко – звонить юристу. Благо он пока еще живой. И мне нужны ваши благословения, дорогие предные. Благословите меня, чтобы я с этим законом с ума не сошел. Спасибо большое. Спасибо. Я теперь в долгу перед вами. Теперь я должен оправдать ваше доверие. Спасибо вам за ваше благословение. Есть ли еще вопросы? Помощники планируются, но обучить их… То есть здесь должна быть постоянная вовлеченность. И сейчас пока у меня получается, что обучить кого-то в помощнике – это сложнее, чем сделать самому. Потому что законодательство, оно тут настолько много нюансов, и нужно жить этим. Нужно засыпать с мыслями о том, что ты завтра скажешь в суде, просыпаться с этим. Такова жизнь юриста. Ничего не сделаешь. Если по-другому, ты просто не будешь на волне, ты не будешь, ну то есть на волне судебной практики. Ты будешь бежать в догонку за прецедентами, а у меня задача самому создавать эти прецеденты. А это очень сложно. Надо этим жить, надо просто, чтобы тебе снились судебные процессы. Иначе не получится. Но я мечтаю об этих помощниках, конечно. Давайте вопрос еще. Какая цель этого закону? Он не касается, как бы, на нас, или какой-то еще? Хороший вопрос. Какова цель? Почему государство, казалось бы, такой странный ход сделало? Очень понятно. Я скажу почему. Сейчас развивается очень здорово запрещенное в Российской Федерации, слава богу, не на территории Российской Федерации, ИГИЛ. Все знают, война идет, там в Сирии, там Ближний Восток весь лихорадит. И, к сожалению, эти последователи ИГИЛ, запрещенные в России, активно пытаются проповедовать и в России. И это реальный случай, когда какие-то подростки вдохновляются идеями ислама и как-то привлекаются идеями ИГИЛ в том числе. И государству, у него возникла необходимость контролировать религиозную публичную деятельность. В первую очередь, конечно, закон направлен на противодействие каких-то деструктивных религиозных объединений, которые явно злоупотребляют религиозными чувствами граждан в своих корыстных интересах. Например, у нас хороший бог, приходи к нам, продай квартиру, приходи. Типичная секта. Либо радикальный ислам. То есть, в первую очередь, радикальный ислам, чтобы его прижать, чтобы он не распространялся. Потому что разобраться, где он канонический, где радикальный, а где уже какие-то там спекуляции, очень сложно. Все прикрываются Кораном, который везде один. И государству нужно, чтобы все были с документами, все посчитаны, чтобы разобраться, кто настоящий, а кто нет. Так легче контролировать и легче обеспечивать безопасность. То есть, в этом смысле закон-то, в принципе, цель его оправдана, и мы уважаем эту цель государства, такие законы принимать. Единственное, с чем мы немножко не согласны, почему это делается, без учета мнений религиозных объединений. Пришли бы к нам, спросили, вот у нас вот такая задача, не поможете, как лучше сделать. Да мы бы сами придумали еще лучше закон, который выполнит все эти цели. И нас не затронет, ну, закон о послушных, и всякие там, деструктивные организации, мы тоже прижмем. Уж мы-то знаем, как это делать. Потому что на нас самих отрабатывается это законодательство. Ну вот. Поэтому закон, в принципе, идеи закона понятны. Инициаторы закона, скорее всего, спецслужбы. Я говорю, скорее всего, чтобы это выглядело, как мое мнение. Я, конечно, уверен, что это спецслужбы, потому что даже традиционные религиозные объединения не были в курсе этого закона. Мы только во втором чтении узнали, ого. Аналогичные законы раньше вносились в Госдуму, только в этом году два аналогичных закона были внесены. На них традиционно правительство Российской Федерации давало отрицательное заключение. Профильный комитет Госдумы давал отрицательное заключение. Они покрывались плесенью и отзывались из года в год. Но сейчас точно такой же закон, еще более неадекватный. Мы об этом узнали только во втором чтении. Хитро-то как провели. Сначала был закон Яровой. В первом чтении не было ни слова по религиозной тематике. И в качестве поправок депутат Зотов из «Справедливой России», которого никто вообще не знает, кто это, раз, быстренько вносит целую главу закона о свободе совести. И так вносит, что на сайте Госдумы этого закона нет. И только в третьем чтении, когда закон приняли, они поместили этот закон с религиозной составляющей на сайт Госдумы. Когда уже принят в трех чтениях закон. Депутаты, которые голосовали, они не знали, что там. Они не читали этого. Они приняли кучу законов на своем последнем заседании и умотали на отпуск. Совет Федерации одобрил, потому что, ну, а что там разбираться, столько читать уже, жарко, все. То есть, и все это совпало не случайно с сильным международным событием Брекзит, когда Британия вышла из Европейского Союза. Когда все, все внимание было приковано туда, тут втиханя был принят очень такой неприятный для граждан закон. И то, как его приняли, видно, что его бы обязательно приняли. Просто это нужно было для государства. Еще вопросы? Давайте. Погромче можно? Плохо слышно. Вопросы из-за регионов? Как действовать небольшим общинам в страну, в которых находятся в частности дома, и не каждый на Алиссоне не регистрировал. И второй, как действовать в сельхозсообщинам? Сельхозсообщинам? Вопрос такой, как действовать в регионах общинам, где помещение в храмах не зарегистрировано на религиозную организацию. Допустим, это частный дом, и там стоит алтарь, поэтому его называют храмом, это дом. И как действовать сельскохозяйственным общинам? Начну со второго вопроса, он более простой. Очень просто действовать сельскохозяйственным общинам. Вообще, ну, трудно сказать, что даже если вы призываете вступить в вашу сельскохозяйственную общину, что вы призываете вступить в какую-то религиозную организацию. Это все-таки сельхозобщина. Особенно хорошо, если она зарегистрирована как крестьянско-фермерское хозяйство, вообще вопросов нет. Явно вы не религиозная организация. А так у вас в сельхозобщине вы просто исповедуете свое религиозное убеждение частным способом, никого никуда не вовлекая, действуя от себя лично. У вас в радиусе 50 километров ни одной религиозной организации, куда бы можно было кого-то куда-то вовлечь, просто нет. Еще более такой способ. Призывайте вступать в христианскую религиозную организацию. По крайней мере, вас за это никогда не оштрафуют. Если уж спросят, куда призываете, нам надо говорить, что вы вот какой религии следуете, в тот храм и ходите. Вот туда вас не оштрафуют. При этом интересуйтесь книгами про упады. Вот вы читаете книги, вы вот к нам тоже ходите, но ходите в свой храм все равно. Это вас обезопасит от того, что вы пытаетесь вовлечь кого-то куда-то. И как быть, если это жилое помещение, частный дом, там вроде как храм, но он в собственности физического лица? Это физическое лицо действует от себя лично. Либо еще есть вариант, что физическое лицо передает в аренду, или вернее даже передает в пользование, или разрешает использовать это помещение для проведения религиозных обрядов. Законодатель так прописал закон, что сейчас религиозные обряды в жилых помещениях можно совершать беспрепятственно. А вот миссионерскую деятельность нельзя. Трудно понять, где разница между обрядом и миссионерской деятельностью. Обряд это с целью вовлечения или нет? А вот мы киртам спели, это обряд все-таки или распространение сведений о вероучении? Обряд. А если вот, значит, петь можно, это обряд. Но читать Багава там уже как бы распространяют явно сведения о вероучении. Назовем, конечно, его обрядом, обряд чтения Шримад Багава там, традиционный обряд. Потому что нигде в законодательстве нет определения, что обряд, а что нет. И Конституционный суд про это сказал, что нет такого определения. Да, оно и не нужно. Потому что столь велико разнообразие религиозных организаций, что невозможно это как-то какие-то признаки этих обрядов прописать. Но сейчас приняли такой закон, что придется взяться за признаки. Значит, по тому дому вы не представляете никакую религиозную организацию. Собственник дома действует от себя лично. Просто он очень, у него много друзей, которые к нему приходят и поют. Делают то, что очень похоже на миссионерскую деятельность, но не является миссионерской деятельностью, поскольку не представляет никакое религиозное объединение. И там в этот дом приходят только последователи, конечно же. А последователи это все те, кого хозяин этого дома считает последователями, кому он разрешил сюда прийти. Поэтому это не миссионерская точная. А уж цели кого-то куда-то вовлекать, да зачем, и так нам хорошо. Мы поем, панир в сабжах есть, все нормально. Что еще? Фестиваль йога для начинающих. Ну, это тоже последователи, только начинающие. И фестиваль организует уж точно такой же начинающий йог, который ни в какую организацию вступать не призывает. И в интересах какой-то организации не действует. А еще вообще йога вообще является? Это культурное мысли, или это вообще физическое? Нет границы. Что вот йога это культурное или религиозное? Ну, невозможно это понять. Невозможно, даже эндологи вам скажут, невозможно, не задавайте нам, не такие вопросы больше. Мы изучаем индуизм 30 лет, мы до сих пор не можем разделить. И говорим, что невозможно. И эту позицию эндологов мы тоже используем всегда, когда нас обвиняют, то ли мы заявили культурное мероприятие, а сами религиозную деятельность осуществляем, то ли мы заявили религиозное, а у нас тут культурное. То есть, и так, и так мы виноваты, получаем. Все мы говорим, нет, мы не виноваты. Невозможно разделить культурное и религиозное. Для тех, кто является последователем невероучения, это имеет сакральный смысл. Кто не является, не имеет, соответственно, нерелигиозное. Вот примерно такие объяснения. И все это правда, это не то, что я тут выкручиваюсь. Тут понятный вопрос, да, про дом. Давайте будем Прабу Матаджи чередовать у нас, чтобы нас не обвинили в дискриминации. Ну, конечно, да. Объясняйте, да, Кришну, объясняйте. В смысле полную информацию о Кришне? Конечно. Кришна не является членом какой-либо религиозной организации. Можете рассказывать? Это не будет миссионерской деятельностью, потому что вы не действуете в интересах какой-либо религиозной организации, не призываете куда-то вступать, вы рассказываете о Кришне, отвечая на вопрос потребителя. Более того, закон обязывает вас предоставить полную информацию о том товаре, который вы распространяете. Его тоже нарушать нельзя. И это не значит, что на вас не составят протокол. Привыхайте к этой реальности, дорогие преданные. Пугаться этого не нужно. Очень мала вероятность, что составят протокол. Но если даже его составят, и вы позвоните юристу до составления протокола, то очень велика вероятность, что вам ничего не грозит. Дело мы развалим, и там не так-то все сложно. Из плюсов этого закона то, что те люди, которые будут его применять, вот эти вот участковые, сержанты ППС, кто-то там, кто пишет протоколы, дежурные оперативные какого-то ОВД, они вообще не в зуб ногой, как это правильно делать. И есть масса законных способов законно избежать административной ответственности, доказать, что у вас нет состава правонарушения в ваших действиях. Но это если позвоните юристу. Понятно? Да, сейчас пробудет вопрос. Можно давайте, кто руку сядет в черной майке. Бахтиврикша, это не совсем понятно. У нас вот есть модуль, литература, там как раз же идет речь, не должно быть у нас что-то, что теперь на этой литературе полное именование. Вопрос в том, Бахтиврикша, но это не только Бахтиврикша, у нас везде на литературе написано «Общество сознания Кришны». Как нам объяснять, что мы не распространяем вероучение, не пытаемся вовлечь и не действуем от какой-то организации? Да хоть на какой, хоть на учебной. Назовем, мы назовем ее учебной, а суд напишет, ну религиозная же. Ну что учебная это? Религиозная. И будет прав. Значит, что с этим делать? Нужно ли ее менять как-то, не знаю, прятать до лучших времен, или там какие-то штампы ставить, что там зачеркивать? Значит, не нужно. Просто нужно научиться объяснять, что Международное общество сознания Кришны – это не юрлицо, а указание на вероучение, которому следуют те люди, которые приняли ващновизм. Это один из синонимов, можно сказать, ващновизма, понятия ващновизма. И у нас в уставах зарегистрированных в наших организациях так и написано, что понятия сознания Кришны или ващновизм являются аналогичными, то есть являются синонимами. Поэтому вы не представляете интересы никакой организации и не вовлекаете в то, чтобы кто-то стал последователем этой организации, членом, участником, имея в виду, что именно Международное общество – это вероучение, а не организация. А что мы это делаем? Вы распространяете сознание Кришны. Понятно. Интересно, конечно. Вот так и объясняйте, распространяются знания Кришны, что непонятного? Знания о Боге распространяют, это знания, я его распространяю, знания о том, что есть Бог, что мы его слуги, и что мы будем счастливы, если восстановим отношения с Богом. Я как раз-таки большую часть времени тому и посвятил, чтобы вы научились понимать, где миссионерская деятельность, а где нет. Пусть там кандидаты юридических наук не до конца разобрались, нам нужно проповедовать, у нас время не ждет. Если вы действуете не от себя, фу, я уже договариваться начал, не от организации, это уже не миссионерская деятельность. Действуете не с целью вовлечь кого-то именно в организацию, а не просто вовлечь сознание Кришны, например. Это формально не миссионерская деятельность. Хотя истолковать можно, конечно, и так. Стопроцентной гарантии я не даю, если будет протокол, звоните юристу, отобьемся. Поэтому книги не меняем. Международное общество сознания Кришны – это не организация, а иное наименование вероучения. И бхакти-врикша, то, что вы делаете, не вовлекаете никого никуда, ни в какую организацию. И продолжайте делать то, что делали раньше. Вот именно с таким подходом. Как объяснить, что вы делаете? А читайте книги Парупады, там написано, что вы делаете. Так и объясняйте, как в книгах написано. Почему там есть призывы, что Парупада всех приглашает вступать в общество сознания Кришны? Приходится объяснять, что да, это вот в то время, в тех странах, когда оно было еще зарегистрировано, сейчас там немножечко какие-то там что-то не так уже. Сейчас мы понимаем, как Международное общество сознания Кришны, как указание на вероучение. То есть не то, что конкретно мы в ряды организации вступаем. Кто-нибудь из вас писал заявление, прошу меня принять в общество Международное сознание Кришны. Никто? Кто-то писал? В том-то и дело, что никто не пишет, никто не становится официально членом этой организации. Каждый сам для себя решает, я последователь или нет. То есть я Парупаде служу или нет. Или чувством своим служу. Тоже вариант такой есть. То есть никаких юрлиц. Вот будет кредо Бхакти Врикш. А! Криша даст сверху. Мы даем публичные лекции. Да, конечно. В Телескопе. И мы назвали наш аккаунт как Центр развития Холиканска. Как нам правильным образом действовать, чтобы это правильно нет? Должно, но так. Вопрос в том, как быть, когда проповедь идет через интернет, через такие сервисы, как Перископ, Телескоп, что там. То есть, то, когда идет прямая трансляция в интернет. Мы явно попадаем под публичность. Если мы напишем там только для последовательных лекций. Именно так я и порекомендовал. Сделайте заставку, что настоящая программа не является миссионерской деятельностью. Мы не действуем ни от какого юридического лица и не вовлекаем кого-либо вступать в члены какой-то религиозной организации. Просто заставочка, там 2-3 секунды. И дальше вы говорите все, что говорили. Можно звуковая, можно наглядная. Вот это заставочка. И добавьте еще, мы рассчитываем, что наш канал смотрят только последователи общества сознания Кришны. Только для последователей. Хинду-онли мы не будем писать, но вот только для последователей. Вопрос в том, что если человек подходит и спрашивает, где здесь у вас храм сознания Кришны? Или после лекции, или после чего-то еще. Ну, почему бы не сказать? Можно сказать, но вы просто сообщаете информацию о нахождении какого-то географического объекта на улице. Что храм находится там-то. Хотите, приходите, хотите, нет. Главное, чтобы вот эти признаки миссионерской деятельности отсутствовали, когда вы будете объяснять, где находится храм. Что-то вы знаете. Вот я сейчас вам объясню, но я действую от имени местной религиозной организации. Я хочу, чтобы вы туда пришли и обязательно записались в члены этой организации. Вот так не надо. А просто ответить, к усине на 19, это будет самое безопасное. Тоже до ручки доходить нельзя, прям до крайности, что теперь вообще человек спросил, а где тут у вас храм Кришны? Или а вы в Кришну верите? Не нужно пугаться. Боже мой, что ж там Махабаларам-то объяснял? Можно сказать, что верю или не верю сказать? Сейчас я позвоню юристу, спрошу. Такого тоже не нужно. Здравый смысл включайте. Спокойно человеку объясняйте. Если это не провокатор, если он на вас так вот хитро не смотрит, то объясняйте. Если это явно такой простой человек спросил, все ему расскажите, где храмы проводите, накормите, ответьте на все его вопросы. Все как раньше. Давайте будем чередовать. Испробу вопрос. Когда мы распространяем книги, как представляться? Как представляться, когда распространяем книги? Точно так же, как и раньше. Как вы раньше представлялись? Я монах. Ну, вот так и говорите. Я монах. Отсюда не следует, что вы член какой-то религиозной организации. Просто монах. Мало ли. Может, фамилия такая, монах смешная. Вы говорите, ну, Раты Прабу, фамилия монахов. Бывают такие фамилии. Я монах. То есть тут вы еще не нарушили закон. А вот если монах чего вас просит? Ну, тогда надо подумать. Если вас спросят, а вы чего монах-то? Вы что скажете? Вы сами-то знаете, чего вы монах? Монах принципов? С вами разговаривать дальше не будут. Ну, говорите, индуистский монах, чего смеяться? Или там стесняться? Я индуистский монах. Вот, я проповедую. Я являюсь последователем вайшнавизма, одного из основных направлений традиционного индуизма. Сказав это, вы не подтвердили, то есть вы никак не намекнули, что вы являетесь следом какой-то религиозной организации. То есть последователям вероучения смело рассказывайте. Ведическая культура в полный рост вообще. Культура же. Какая религия? Культура, в первую очередь. Не физическая, ведическая, конечно же. Понятно? То есть монах – это хорошо. Вишнуитский монах, индуистский, как хотите. Главное, что я не монах. Местная религиозная организация, вот этого не надо. У нас уставом не предусмотрено принятие монашества. Такого статуса нету, что вот есть члены организации, есть руководители, вот еще монах. У нас такого в уставе нет. Мы будем это отрицать, что вы монах нашей организации в этом случае, если к нам придут с протоколом. Так, сейчас ума та же очередь у вас. Вопрос в том, в интернете есть какая-то группа, написано «Центр ведической культуры», в социальные сети, и выкладываются лекции, выкладываются приглашения на программы. Главное, чтобы тот, кто это делает, делал это от себя лично. Распространять информацию-то вы можете, но от себя лично. А вы напишите, если это действительно храмовский сайт, то там я, если это храмовская группа, то я ей отдельно объясню, что на ней писать. Если это ваша личная группа, вы должны указать, что это моя личная группа, что администратор группы такая-то, и именно от вас исходит информация. И вы просто делитесь информацией, которая вам известна. Продолжение следует...